Сегодня многие аграрии задумываются о том, что они оставят своим потомкам, детям, о том, как долго они смогут использовать землю. И, конечно, становится очень важным вопрос о плодородии земли. Вот скажите, пожалуйста, вы как ученые, как понимаете понятие плодородия почвы? И действительно ли мы его теряем? Ну, я хочу вам сказать, Александр, я как не почвоеду, но пожелание такое. Мы обычно употребляем слово почва, а когда мы говорим земля, то обычно какой-нибудь земельный участок, как территорию. Поэтому во второй раз сказали правильно плодородие почвы, теряем ли мы его. Что такое плодородие почвы? Ну, плодородие почвы, как известно, это просто способность почвы удовлетворять потребности растений. В чем? В элементах минерального питания, в воде, в тепле и так далее. Все факторы, которые есть, почвенные факторы, это способность почвы удовлетворять потребности растения в этих почвенных факторах. И это и есть плодородие. Теряем ли мы его или нет? Ну, теряем, Александр, теряем, конечно. Теряем, потому что такова философия жизни, понимаете? Она гласит о том, что, чтобы что-то создать, надо чего-то разрушить. Вот для того, чтобы всегда в цепи разрушения и созидания, разрушение будет стоять на первом месте, а созидание только на втором месте. Оно вторично. Вот, допустим, в данном случае по отношению к почвному плодородию. Мы ведь хотим кушать, одеваться, обуваться. Нам нужна и пища, и все остальное. Аконом создает урожай. А для того, чтобы его создать, нужно чего-то разрушить. А что мы можем разрушить? Растение может разрушить только минеральную основу почвы. Вот та минеральная часть, которая составляет 94-96%, 98% иногда процентов от массы всей почвы, она является поставщиком элементов питания. И растения вынуждены постоянно, с помощью микроорганизмов, конечно, может быть, дальше будет какая-нибудь сноска на это дело. Ну, микроорганизмы – это первые друзья растения. И поэтому с помощью микроорганизмов они добывают элементы питания. Но чем отличается система, экосистема и от экологической системы, естественной, целинных угодий? Вы сами знаете, что на целине все, что выросло, все назад возвращается благополучно. И почти ничего не пропадает. Ну, почти. Это, значит, на небольшим исключениях. А чем отличается пашня? На пашне агроном вырастил урожай, подъехал, убрал его весь и увез. Естественно, что вместе с урожаем происходит отчуждение элементов питания. Поэтому мы плодородие, почв теряем все время. И в этом виноват агроном, потому что ему надо кормить людей. Нас надо всех грешных кормить, этому бедному человеку. И поэтому почвенное плодородие имеет тенденцию к постоянному снижению в агроценузах, то есть на пашне. Этого можно поставить, конечно, заслон, но только решительный, только очень коренных преобразований с помощью затратной технологии, с помощью, соответственно, денежных вливаний. Но тенденция, как бы сказать, одна. Мы плодородие постоянно теряем. А как же тогда утверждение, что нужно вносить фосфорные, калийные, азотные удобрения, и тогда истощение почвы будет меньше? Это миф? Конечно, будет меньше истощение почвы. Мы же вносим удобрения почвы, потому что не хватает элементов питания почвы. Вот, допустим, мы специализируемся на мониторинге агрохимических показателей, почвных показателей. Мы делаем анализы соответствующие и обследование агрохимическое. И мы можем сказать, что, допустим, разные поля, на разных хозяйствах, кстати, я провел агрохимическое обследование, допустим, не только в Старопольском крае, не только в Краснодарском крае, и в Ростовской области, и в Курской области, и в Белгородской области, на почвах, которые победнее наших. Поэтому хочу вам сказать, что чем почва беднее, по нашим результатам анализов, тем мы больше рекомендуем вносить фосфорных удобрений, иногда калийных удобрений. Все по одной причине. Почва менее плодородна, она менее обеспечена элементами питания, поэтому нам надо вносить удобрения, иначе мы урожай не получим хороший, какой бы нам хотелось. Не могли бы вы тогда пояснить, как соотносятся такие понятия, как плодородие почвы и органическое вещество? Плодородие почвы и органическое вещество – это понятие, как бы сказать, неразрывное, но если мы говорим, смотря о каком органическом веществе мы говорим. Органическое вещество вообще пребывает в почве, в пяти ипостасях. Это свежий органический опад, это дитрит, полуразложившееся органическое вещество или органическая пыль, как мы говорим. Это гумус, это микробные тела и это корневые выделения, корневые выделения растений. Заметили, гумус является только одной частью. Мы говорим о том, мы часто путаем понятие органическое вещество и гумус. Гумус – это почти инертное вещество, которое как бы балласт. И особой роли в самом плодородии почвы не играет. А вот органическое вещество, которое мы называем дитритом, все то органическое вещество, которое идет в пищу микроорганизмом, это, конечно, то вещество, которое имеет определенное и существенное влияние на плодородие почвы. Потому что, я вам говорил о том, что нужно добывать элементы питания. Добывают элементы питания из минеральной основы почвы и переводят недоступное соединение элементов питания в доступные для растений микроорганизмы. А микроорганизмы переводят это очень просто. Они это делают своими кормевыми выделениями кислого характера. Они сами этого не подозревают, но они эту работу делают. И поэтому они являются поварами для растений. Следовательно, о чем нужно заботиться агроному? О том, чтобы кормить этих первых друзей растений. Их надо кормить. Поэтому органическое вещество, которое мы называем лобильным, которое идет в пищу микроорганизмам, конечно, о нем надо заботиться. И вот микробные тела, представляете, в черноземах Кубани, допустим, как наиболее мощных почвах и более обеспеченных органическим веществам, содержание этих микробов довольно высокое. Их количество, масса вернее, от 10 до 90 тонн на гектар, представляете, за год. От 10 до 90 тонн на гектар. А мы вносим навоза, допустим, 20, 30, 40, 60 тонн на гектар по-разному получается. И сами корневые выделения тоже органическое вещество. Поэтому органическое вещество, если мы вносим, то это, особенно какое органическое вещество? Если это навоз, особенно если навоз, то мы повышаем плодородие почвы. Скажите, вот есть сейчас много разных методов накопления органического вещества. Вы могли бы, как ученый, я перечислю, это заделка стерни правильная, осев седиратов, несение навозов, постоянно живые корни, покровные культуры и так далее. Вот вы, как ученый, можете сказать, какой из этих методов накопления органического вещества самый действенный? И какой экономически обоснованный, выгодный для хозяйства? То есть наиболее экономически эффективный? Да, и совпадают ли эти два метода или нет? Ну, вы знаете, вот говорить о том, что какие методы самые-самые, все зависит от конкретных условий. Но наиболее универсальным, конечно, и более эффективным – несение навоза. Несение навоза, потому что это очень богатое органическое вещество, богатое по своей химической природе. Все, что, по сути дела, мы вынесли из почвы, с навозом опять имеет тенденцию к возвращению назад. Потому что само это вещество, сами понимаете, от, допустим, различных животных – это все то, что мы из почвы, в общем-то, и вынесли. Но все дело в том, что навоза-то нет. У нас в Краснодарском крае в меньшей степени, допустим, в Ставропольском крае в большей степени, мы лишились огромного поголовья крупного рогатого скота и овец. Вся овца у нас уже в Красной книге какой-то, наверное, я не знаю. Поэтому поголовье животных резко снижено. И навоз, это органическое вещество стало относительно дефицитным. А седираты или заделка растительных остатков. Ну, к примеру, в Краснодарском крае заделка растительных остатков, она обязательно везде. Но, судя по, в общем-то, технологии, по набору культур – зерновых, пропашных, бобовых и так далее, то в условиях Краснодарского края обязательно и седираты. В сторонах Старопольского края в менее влажной зоне, в более засушливой зоне. Тут дело обстоит таким образом, что наиболее эффективный метод – это заделка соломных. Растительных остатков, потому что у нас много такого, понимаете, всего оборота, когда пар и пшеница, пар и пшеница, пар и пшеница, пшеница и так далее. Заделка растительных остатков, она обязательно. Обязательно опять по той же самой причине, вот то, что я вам сказал. Это пища для растений, для микроорганизмов. Что такое солома? Солома – это на 85% и на 90% и более состоит из целлюлозы. А что такое целлюлоза? Это сахар. Это сложный полисахарид, который используют микроорганизмы, вначале разрушают его до моносахаров, а потом используют в пище. Это энергия жизни для микроорганизмов. Но почему он не такой действенный, допустим, способ, как навоз? Потому что солома – бедное вещество. Вот зерно, которое взяли пшеницы, это богатое органическое вещество, само зерно. А солома – она бедная. Ну, по натуре она по-своему бедная. Но пусть она будет бедная, уступает, конечно, навозу. Но это же пища. Это пища для микроорганизмов. Поэтому, когда мы вносим солому, тут бы я вам сказал так, что мы повышаем не плодородие, а продуктивность почвы. У меня готовится монография к изданию о плодородии и продуктивности почвы. Эти два понятия не нужно путать. С одной стороны, вроде бы плодородие снижается, а с другой стороны, мы можем продуктивность увеличивать. Мы ничего не вносим, когда, допустим, солому заделываем. Она была в почве и осталась. Но все показатели такие, плодородие, когда мы делаем химический анализ, они не изменяются или ухудшают. А вот продуктивность почвы растет. Продуктивность действительно возрастает. А мы что должны делать? Увеличивать продуктивность и урожайность. А вот севсидиратов как оцените? Или севпокровных культур, например? Потому что сторонники ноутила активно выступают за то, чтобы почва постоянно была покрыта и находились живые корни в ней. Но, допустим, классики говорят, ну какие седираты? У нас там летом дождя никогда не выпадают, они расти не будут. Смысла нет. Все-таки стоит ли? Седираты, конечно, стоит седиратами заниматься. Но, как бы сказать, поклонники классики или поклонники ноутила, или просто бесплужной обработки, есть такие понятия, просто прямой посев, допустим, ноутил. Знаете, как я им сказал? Ну, все зависит от того, как мы, какую технологию мы выбираем, и вообще от многих показателей. Вот те товарищи, которые говорят, а мы выбросили все плуги, или те, которые говорят, мы только плугом занимаемся, я думаю, что неправы идти и другие. Дело все в том, что агрономия – это вообще процесс творческий. Вообще агрономия – это не профессия, это творчество, это искусство. Вырастить хлеб – это большое искусство. Он должен столько знать, просто невообразимая вещь. И я как-то задавал такой вопрос своему. У меня один есть друг, по-настоящему друг в Германии, в северо-западной части Германии. Он занимается тоже отчасти фермерством. Когда я про обработку ноутил и спросил про остальные показатели, кстати, и седираты тоже, он мне сказал, что, знаешь, я вот выхожу на поле и смотрю, каково состояние почвы, какой был предшественник, какая будет последующая культура, и выбираю технологию обработки. Поэтому у нас есть почвы, которые замечательно приспособлены для ноутила. И можно там с успехом его применять. А есть почвы, допустим, ну такие почвы, как солонцового ряда, солонцы, очень тяжелые, бесструктурные, глинистые почвы, скандальные, страшные, те, которые вот при высыхании напоминают асфальт, а при уложнении как масло, как пластилин. И когда я своим друзьям в Швейцарии, мы с ними очень тесно сотрудничаем, вот в плане ноутил, у меня есть целый стационар в селе Константиновском по ноутилу, он у меня, ну самое объявлющее, наверное, вот в России. И я занимаюсь абсолютно всеми вопросами, там все освещено, вплоть до мельчайших химических и микробиологических анализов. И вот, когда мы говорим о наутили на других почвах, я своим друзьям из Швейцарии говорю, на всех можно почвах? Они говорят, да, можно на всех. А вот на солонцах, допустим, можно? Да, везде можно. А вы их видели? Нет. А, не видели? Вот они позапрошлом году ко мне приезжали в гости, 12 человек ученых из Швейцарии, и я их повез на эти почвы, они на них посмотрели и сказали, да, Валерий Сергеевич, мы даже и не подозревали о том, что такие почвы существуют. И поэтому они, естественно, были шокированы, сказали, не пойдет тут сидираты. Я говорю, сидираты, конечно, пойдут, мы считаем, что да, обязательно. Сидиральная культура, если только можно ее где-то выращивать, то это только не в технологии наутил. Тот, кто занялся наутилом, ну, уже, знаете, сидиральная культура не пойдет. Не пойдет, потому что ее надо заделывать. Но вот в технологии наутил... Есть покровная культура. Покровные культуры, это аналог. А вот покровные культуры, вы знаете, также точно у швейцарцев я заметил, и сказал о покровных культурах, да, они мне сначала не поняли, а потом я увидел, что они делают. Они после пшеницы высевают 6-8 наименований трав вот в одной горсти, очень много разных семян. И потом они эти травы осенью, под зиму не убирают, они их просто приглаживают. И это как основа, понимаете, они имитируют целину. И они называют эту культуру не покровную, а укровную. Вот понимаете, для них это... Они создают покрытие для почвы. И вот в технологии наутил пользоваться вот этой технологией покровной, или как мы говорим, вот я всегда говорю на всех совещаниях, укровной культуры, которую нужно все время оставлять, это оправдано. Оправдано и в значительной степени. Мы как бы этим, во-первых, различным наименованием трав, которые мы высеваем, мы убираем эффект почвоутомления разными культурами. А это почвоутомление сейчас тоже бич, большой бич. Мы убираем почвоутомление и потом имитируя целину, органическое вещество предохраняет почву от различных процессов эрозии, и потери. Ну, оно как бы в конечном итоге приводит к структурированию почв, к улучшению их состояния, в смысле физического состояния. И вот как бы тут технология эта разноплановая. И когда я еду к своим фермерам в Невки-Кумском районе на светлокаштановых почвах, которые легкого, агромометрического состава, и они говорят, мы пользуемся только клугом, и все. И я их понимаю, потому что они каждый год заделывают почву растительные остатки. Вот у них пар и пшеница. Ну, вы понимаете, что такое пар. Пар это когда вообще ничего не растет. Поле отдыхает. Пар и пшеница. И больше ничего нет. И постоянно на поле растительные остатки они их каждый год заделывают. У них по-другому не получится. Но ведь можно оставлять не черный пар, а пар седиральный. Ну, можно оставлять седиральный. Лучше это в нашей местности, ну, к примеру, в средней части Старопольского края, а в зоне очень засушливой, ну, к примеру, тот же Невки-Кумский или Арсгирский район, где количество выпадающих осадков в три раза меньше или в пять раз меньше, чем в Краснодарском крае, седиральный пар не пойдет, он просто не вырастет. Поэтому нужно здесь проходить творчество. Чтобы чуть-чуть точности добавить, где, сколько должно выпадать осадков, чтобы сельхозпроизводитель мог даже не заморачиваться, ничего не сеять, убирать пшеницу, оставлять пары черные. Это сколько осадков? Ну, когда пары пшеница, у нас это засушливая зона, там за год выпадает приблизительно 300-350 миллиметров осадков, а за вегетационный период всего в районе 220-230 миллиметров за период вегетации. Поэтому вот там заворачиваться с этими седиральными парами никак, там идет пар черный, понимаете, при приближении сюда к влажной зоне ситуация меняется. Можно пар, пар не только седиральный, но пар занятой. Занятой. То есть можно занять на определенное время горохом. Этот горох потом собирать или нет? А потом собирать его, да. Есть такой пар занятой, ну, допустим, у нас в условиях более влажных засушливая зона недостаточного увлажнения. Высевать. Горох-то ведь он всего 2-3 месяца, его посеяли в марте, в июне его уже убрали. Это как бы тоже считается пар, но пар занятой. Понятно. Это все способы, которые позволяют накопить органическое вещество. Или есть еще какие-то нетрадиционные там калифорнийских червей разводить? Нет, это все, это все не... Калифорнийских червей, пожалуйста, на своих усадниках, приусадниках, ну, в участках. И для полторы сотки это нормально пойдет. Но для 10-40 тысяч гектаров калифорнийских червей, причем еще в таких условиях засушливых, это нет. Не выживут. Нет, они не выживут. Самое главное, вот донести до сознания наших производителей, чтобы они растительные остатки, ту же самую солому, не жгли. Не жгли. Ее надо запахивать. Это очень важное органическое вещество. Вы знаете, солому можно сжечь. И даже на совещании в министерстве, членом коллегии, которой я являюсь, я как-то говорил, что солому можно иногда сжечь. Ну, как это так? Ну, так, в каких случаях? Когда поле было больным, вы знаете, больное, вот было полное положение там мущественной росой или другими такими заболеваниями, как фитосанитарный прием нужно сжечь. Но это исключение, а не правило. Или, к примеру, если в хозяйстве нету измельчителей на комбайне, и комбайн выбрасывает только вот такие вот огромные соломины, то есть будет затруднять посев. Вот тоже никак ее не оставишь, эту солому. Зато эту солому можно пайщикам раздавать, которые животноводство держат. Конечно. Вот такие некоторые случаи есть, когда азота нету, допустим, надо на солому азот внести, а карманы у директора пустые. Ну, тогда ладно. Но это все исключение. Исключение. Правило одно. Органическое вещество, то, что можно оставить на поле, когда тем более некого кормить, его надо в почву заделывать, его надо оставлять. Ну, раз уж мы перешли к теме заделки соломы, наши друзья, фермеры разделились на два лагеря. Одни говорят, что нужно обязательно солому обрабатывать бактериями или грибами для того, чтобы она разлагалась этим. Мы спасаем нашу почву, мы ее оздоравляем. Другие говорят, слушайте, ну что я там внесу эти три капли бактерий, ведь в почве полно своей микробиоты аборигенной. И то, что мы внесем на солому, оно значения не имеет. Вот главное селитру положить, тогда все будет прекрасно разлагаться, никакая триходерма не нужна. Что скажете вы, как ученые, все-таки нужны ли эти дополнительные бактерии, грибы и как применять их, чтобы это все было эффективно, а не просто там? Вы знаете, Александр, я понимаю и тех, и других. Я же вам сказал о нашем стационаре, почему он у меня в полном объеме делается, потому что наша кафедра занимается и микробиологическими исследованиями, и они у нас в системе ГОСТ-Р нашей лаборатории аккредитованы даже. Наша кафедра единственная из всех кафедр почвоведения аграрных университетов, которая занимается плотным образом микробиологическими исследованиями на вот таком уровне. Мы действительно и лаборатория единственная, когда ищут, где же это все сделать. Ну вот у нас получилось так, что мы этим занимаемся, и исходя из своего опыта, хочу вам сказать, что есть почвы, которые действительно могут содержать большое количество аборигенной микрофлоры, надо вносить азотные удобрения и так далее. Но хочу вам сказать еще и другое, что когда мы вносим эти микроорганизмы, мы, во-первых, их вносим непосредственно на растительные остатки. И самое главное, что мы вносим активную часть микрофлоры. Вот все эти штаммы микроорганизмов, на основании которых сделаны эти микробные препараты, они являются штаммами высокой эффективности и активности. То есть, когда им делают, берут самый активный штамм. Студенты мне спрашивают, а как это получается? Смотрите, у вас 100 человек сидит, вот вы сидите впереди, активно все время меня спрашиваете, мы с вами общаемся во время лекции. А вот там студенты сидят, сзади, вот эта лекция может нужна, может не нужна. Есть активные, неактивные. Вот это микроорганизмы берут самых-самых активных и на их основании делают эти препараты. И вы знаете, конечно, нужно немножко дочитывать тем фермерам, которые думают, что обойдутся только в оригинальной микрофлоре. Может быть такое, что может обойтись, но это, как правило, не бывает все время. Это тоже какое-то исключение. И мы дошли даже до другого. Вот при совместном изучении этого фактора вместе с нашими коллегами из Крымского Института сельского хозяйства, отдел микробиологии, у них есть очень большой отдел, и мы с ними очень тесно сотрудничаем. И вот мы в результате проведенных совместных исследований выявили, что микроорганизмы, вы представляете, разные активные формы, когда мы используем, их нужно привязывать не только к культуре, не только к почвам, ну, допустим, на каштановые почвы или черноземы, даже черноземные обыкновенные или выщелоченные, но даже к сорту, представляете, даже к сорту. Мы увидели, что даже сорт реагирует на те микроорганизмы, которые ему нужны, потому что мы делаем, количество микроорганизмов изучаем под разными сортами, видим тех микроорганизмов, которые в большей степени могут повлиять на урожай, отбираем их и представляете, они разные, разные не только по почвам растений, даже по сортам растений. Поэтому, когда мы вносим микробные препараты, это всегда способ действенный, но в зависимости от активности собственной аборигенной микрофлоры, этот прием может быть очень эффективным или быть, допустим, среднеэффективным или малоэффективным, но эффективность от него всегда бывает. Это я могу подтвердить. Как ученые, занимающиеся этой проблемой микробиологии почвы. Понятно. Тогда другой вопрос. При разложении соломы, что лучше, грибы или бактерии? Триходермой можно обойтись или лучше какой-то комплекс бактерий вносить? Ну, триходермы никогда не обойдешься ничем. Триходермы это как бы санитар в почве. Это супрессивная микрофлора. Мы ее относим к супрессивной микрофлоре. Вы знаете, когда я провожу исследования почвенных микроорганизмов, я их делю на четыре большие группы. Первая группа это группа патогенов. Вторая группа это группа токсинообразователей. Третья группа это простые микроорганизмы сапрофиты, просто сапрофиты. И четвертая группа это микроорганизмы, которые мы называем санитарами в почве. Супрессивная микрофлора. Вот одно из ярких представителей такое, те, которые борются с фитопатогенами. То есть болезнетворное начало, которое мы являем и достаточно много в почве бывает. Вот триходерма это микроорганизм, который ликвидирует этот пресс патогенный. Но в разрушении растительных остатков, когда мы говорим, можно ли обойтись триходермы, нет, конечно, у него немножко другая задача. Нам необходимо вносить комплекс микроорганизмов. Понимаете? Вот сейчас у меня на выходе есть аспирант, который занимается этой проблемой. и у нас получается таким образом, что те препараты, которые ну просто препараты-азотфиксаторы, которые азотфиксирующие микрофлоры представлены, или фосфатмобилизующие, это одно дело, и потом мы пользуемся препаратами наших коллег из Крыма, которые создали комплексные препараты из этих микроорганизмов, то есть в одном препарате их может быть три-четыре и до десятка. И они показывают большую эффективность, понимаете? Чем более разнообразные эти препараты, тем больше они сложные, тем они более эффективные. Понятно, это очень важно. Скажите, пожалуйста, вот что такое минерализация органического вещества? Иногда слышала я, что если неправильно произвести заделку соломы, то она не превратится в органическое вещество, минерализуется, что это за процесс такой, можно на него повлиять? Вы знаете, у нас столько сейчас борзописцев, которые используют это в качестве декарбонизации нашего земледелия, и тоже говорят о том, что, допустим, губус, просто органическое вещество, мы теряем в результате минерализации и кричат караул. Да, да, что это, вот это как раз я слышала, теряем губус в результате минерализации. Как это происходит? Лучше сказать, конечно, органическое вещество мы теряем, органическое вещество. Губус, знаете, вот, собственно, губус, если взять, он не теряется, вот сколько есть, столько его есть, потому что период его разрушения в почве до полутора тысяч лет. Поэтому, как бы сказать, эта часть органического действительно идет процесс минерализации. И поэтому кричат караул, но я бы сказал тем товарищам, которые кричат караул, ну, хотя бы, чтобы они не так сильно орали, потому что никакого тут караул нет. Опять, Александр, обращаю ваше внимание, вот, как я вам говорил, что такое почвообразование, это процесс взаимодействия живой и костной материи. Вот, что значит живая материя, разрушая костную, живую материю надо кормить. Вот, к чему способствует эта минерализация. Мы называем это дыханием почвы. То есть почва выделяет больше СО2 в результате минерализации органического вещества. У нас принято называть этот показатель показателем общей биологической активности почвы. Есть даже такой анализ по СО2, мы также точно на поле делаем этот анализ, узнаем, какое количество СО2 было выделено почвой в час. Вот, есть такой показатель. И чем больше этот показатель, тем выше урожайность. Понимаете? Потому что чем больше показатель, тем выше микробиологическая активность. Чего мы должны добиваться? Мы должны добиваться усиления, увеличения микробиологической активности почвы. А они кушают, они просто так не работают, никто так просто не будет работать. их же надо кормить. Естественно, они будут производить процесс минерализации. И дай Бог, Александра, дай Бог, чтобы этот процесс проходил и активно проходил. Нам нужно беспокоиться не о том, как будет проходить процесс минерализации, а о том, как пополнять это органическое вещество. Мы должны заботиться о том, чтобы все органическое вещество, которое минерализуется, оно пополнялось. Нам надо заботиться о постоянном привносе органического вещества. Пусть оно минерализуется, но наша задача восполнять все эти потери. Вот, как вы сказали, и внесение навоза, и седеральной культуры, и обязательная запашка, и внесение, оставление стерни, даже пренаутил, понимаете, стерня остается, она наверху, но ведь продукты разрушения все равно в почву попадают, понимаете, все равно просачиваются в почву, и органическое вещество в растворенном виде попадает в почву, поэтому мы должны заботиться всеми этими приемами о том, чтобы количество органического вещества пополнялось, вот наша задача, а задачи путают, уже надоело бороться с такими товарищами, они все время говорят, нет, надо минерализацию прекратить, ну давайте тогда микробов расстреляем, ничего не получим, с калашникова просто возьмем, постреляем, и они не будут работать, они не будут работать, мы будем голодные ходить, вы понимаете, о чем вы говорите, ну мы же не получим урожая, мы же будем с бедными полками, в магазин поднешь, ничего не будет, ни подсолнечного масла, ни муки, ни макарон, ничего не будет, мы не должны заботиться о пополнении органического вещества, о том, чтобы баланс был, знаете, баланс был положительный, а баланс это что, это расход и приход, поэтому приход, мы должны заботиться о том, чтобы приход постоянно был органического вещества, и как бы старались, чтобы этот приход был немножко больше, чем расход, вот тогда мы будем замечательные агрономы и товаропроизводители, а все эти разговоры относительно того, что надо прекратить минерализацию почв, но это люди, которые недалекие и они хотят нас оставить, просто загнать наше сельское хозяйство в угол и угробить его просто натуральным образом. Валерий Сергеевич, вот поговорили о том, как почву можно спасти, да, и как-то упустили немножко деградация почв, вот вы можете, может быть, кратко так уже в завершении нашего разговора перечислить, что приводит к деградации почв по пунктам, что делает хозяйство, и это напрямую ведет к деградации, вот, допустим, вспашка, оборонование, ведут ли они к деградации или нет, или там оставление черных паров там, где, возможно, ветровая или водная эрозия. вы знаете, Александр, вот у нас чаще всего деградацию почв связывают именно с эрозией. Я хочу вам сказать, что эрозия это один из видов деградации, но далеко-далеко не первый вид деградации, а она как-то заслоняет все остальные проблемы наши. Основные проблемы, когда мы говорим о деградации, самая первая проблема это обеднение почв, обеднение, удаление элементов питания вместе с урожаем и их невозврат. Вот мы вносим фосфорное удобрение или азотное удобрение, вы понимаете, мы ведь внесли фосфор и азот, а растение зимой пшеницы поглощает 71 элемент таблицы Менделеева. 71, а мы же их не вносим, не вносим. И даже фосфор тот же мы не вносим столько, сколько вынесли. Поэтому самая первая проблема, когда мы говорим о деградации, это проблема обеднения почв. Вот именно снижение плодородия в этом плане. Это натуральное снижение плодородия. Так что нужно делать, чтобы избежать именно этого пути деградации почвы? Дегнаться за высокими урожаями или что? Вносить другие элементы еще в почву? Ну, знаете как, есть вот еще один способ деградации это слитизация почв. Они вот вместе с собой так связаны. Слитизация это когда почва приобретает черты слитости и покрывается такими трещинами, очень широкими, глубокими, вертикальными трещинами. Идет обеструктуривание почв, почва напоминает асфальт, очень плотная слитизация. И вот этот процесс, который связан не с тем, что трактор топчет эту почву, абсолютно нет. Он гораздо глубже сидит и нужно зреть в корень. Этот процесс является не механическим, а электрохимическим. То есть тогда, когда идет как раз удаление элементов питания и возрастание темпов выветривания этих минералов. И все от этого пляшет. То есть все остальные процессы. И перестроено в системе глинистых минералов, в самих минералов. И все потом появление гидрофильных соединений кремния, удаление кальция, как структура образователя из почвы, особенно на пашне, конечно. Это все в совокупности вызвало как раз объединение почв. И это приводит к деградации. И я вам хочу сказать, что это вопрос непростой. Как можно уйти от него большими капиталовложениями? Большими капиталовложениями. Как почву можно привести в порядок? Во-первых, допустим, мы не заботимся о калии в почве. Говорим, у нас почвы полно их. На самом деле, мы не заботимся об этом, об этом приводим к тому, что новый виток разрушения происходит в почве. И перестройка как раз в системе минералов по его прихоти происходит. И надо об этом заботиться. потом на нашей кафедре очень длительные опыты ведутся по реминерализации чернозема вышелоченного. Что мы сделали? Знаете, тоже у меня защитилось несколько кандидатских диссертаций и готовится докторская диссертация. Мы на нашей черноземной вышелоченной, которая представляет собой наиболее бедный черноземных почв. Мы внесли горные породы, свежие, богатые горные породы. Ну, допустим, такие, как апатит, известняк ракушечник, фосфогипс. И благодаря обновлению минеральной основы, это, как бы сказать, омоложение, реминерализация, восстановление утраченной минералогии, мы еще называем процесс омоложения почв. Мы добились того, что увеличили урожайность приблизительно на 25-30 процентов всех культур, себестоимость снизили. Но самое главное, что сейчас я только что, когда вы мне звонили, я статью писал в Агрохмический Вестник, наш центральный журнал, именно по этим опытам, и констатировал, что вот у нас 16-й год после действия, мы только на 16-й год увидели снижение этого эффекта. Представляете, 16 лет работал. Ничего себе, а сколько же стоило внести все, что вы перечислили? Ну, в начале конечно было это по деньгам дорого, и на первый год неоправданий не было, и на второй, с третьего года только началось. Если это внесение, допустим, извесяк ракушник, 10 тонн несли на гектар, апатита 3 тонны на гектар, вот такие дозы, вы знаете, оно, конечно, накладно получается, но для начала. А когда начинаешь развивать это не на два года и не на три, а уже на 10 лет и больше, все, вы знаете, какой эффект получается замечательный. Причем все эти, допустим, удобрения, ну, например, апатит, это фосфор, содержащая порода, в ней содержится фосфора 42% действующего вещества, а в амофосе, допустим, 52%, а в нитроаммофосе 18%, так вот, апатит, это сырье, понимаете, сырье, а там 42% фосфора, сырье, оно, это сырье стоит в 10 раз дешевле, чем удобрение, представляете, в 10 раз, ну, вот мы его и вносим, оно дешевое, и доказали, что можно идти по такому пути в плане повышения плодородия, уже я говорю не о продуктивности почвы, а в плане повышения плодородия, а вот с пашкой либо равнования, вы знаете, ну, есть такие почвы, которые, ну, допустим, наши темно-каштановые и черноземные почвы, пока что можем констатировать, что там нужно уходить от обработки почвы в спашке, допустим, в спашке что это такое-то, с оборотом пласта, на некоторых почвах можно уходить, минимализировать это, больше вводить технологию минимальной обработки почвы, это 10-12 сантиметров, поверхностной обработки почвы, ну, и наутил, вы знаете, я заложил этот опыт, он у меня уже три года, еще два года, и те товарищи, которые просили меня об этом, потом я, конечно, сам подключился к этому, очень большая корпорация у нас сельскохозяйственная, которая интересует этот вопрос, я им сказал так, что я не являюсь пока ни сторонником, ни противником наутила, вот проведу серию исследований, докажу его, а потом буду вам уже рекомендовать, ну, этот стационар я заложил по наутилу, но я так думаю, что он у меня ну, минимум лет 20 будет работать, как у моих друзей швейцарцев уже 24 года, работает, представляете, ну, я думаю, я надеюсь, что у меня не меньше 20 лет он будет работать. Понятно. Валерий Сергеевич, ну, давайте все-таки подведем итог, вот, чтобы был четкий ответ для тех, кто сейчас озабочен вопросом плодородия почвы и улучшения ее состояния. Значит, программа, минимум, которая может сделать хозяйство, это заделывать стерню, используя комплексные биологические препараты для того, чтобы это все проходило более эффективно. Если позволяют условия, то хорошо бы еще выращивать сидираты или укрывные культуры, да? Да, ну, покровную культуру, как они выражаются, вот есть такое, пока они не поймут, что такое укрывное, это мне надо объяснять, конечно, но есть такая. Дальше, если есть возможность развивать животноводство и делать органическое вещество из навоза, да, не сырой навоз вносить, а уже, так сказать, перебревший, то это тоже хороший шаг. Это путь биологизации земледелия. Если только хозяйство будет держать еще и животных, что будет им, конечно, как бы дополнительный источник доходов, то не нужно забывать, что они еще и навоз получат. И, наверное, такая наивысшая ступень для тех, кто готов достаточно большие средства вложить, это внесение, как вы правильно скажете, горных пород, как это назвать? так говорить, обновление, обновление минералогического состава, можно вносить горные породы. Вот, допустим, чтобы было понятно вашему читателю, да, один только пример, ну, к примеру, гипс, горная порода это как гипс или фосфогипс, как отход промышленности, это сульфат кальция. Вот наши почвы бедные по сере, черноземы выщелочные, черноземы кубани, допустим, бедные по кальцию и по сере. Вот серая проблема, потому что это качество продукции, серая это белок, и мы все время должны решать эту проблему и вносить серосодержащие удобрения. Очень просто проблема решается, можно внести это гипссодержащие породы, гипссодержащие породы, и хочу вам сказать, что вот этот гипс, который мы внесли, вот он в дозе, допустим, от 9 до 12 тонн на гектар работает минимум 16 лет и ликвидирует хозяйство дефицит по сере, чем внесением вот этих вот горных пород или, как мы говорим, миллиарантов. Это как бы есть часть химической миллиарации, чтобы было понятно. Валерий Сергеевич, если хозяйство решит дойти до этого последнего шага, к кому обращаться нужно, чтобы понять, какие именно породы вносить, в каких дозах? Ну, для этого нужно сделать исследование, естественно, на тех почвах, которые у них есть, чтобы определить действительно, что им надо, а что им, может, и не надо. Потому что, знаете, как врач работает, ему нужно диагноз поставить, чтобы прописать лекарство, надо диагноз. Поэтому диагноз вначале идет впереди, надо посмотреть. А потом, ну, естественно, как мы, как одни, я хочу вам сказать, что мы только можем это, как бы, помочь ему и проконсультировать его, хотя бы потому, что у нас в России на почвах такого типа не занимается этим никто. Вот активно этим занимается в Германии, вот обновлением горных пород, реминерализации, они вносят базальтовые, габробазальтовые горные породы на своих бедных почвах севера. Германии очень активно этим занимаются, они это увидели. И мы занимаемся этим делом на наших почвах, всей нашей зоне, но кроме нас никто не занимается, поэтому так получается, что кроме нас никто и не проконсультирует. Ну, то есть консультацию от ученых получить не проблема, а дальше достать сами эти горные породы, фосфогипс, тот же. Не проблема, конечно, это тоже есть. Консультация сделать, это не проблема, пусть пользуются. мы все консультации, которые нужны, у нас ничего не стоит, мы консультируем, лишь бы только пользовались. А когда нужно будет привлечь к тому, что а какие, а сколько, а какая доза должна быть, ну тогда нужно производить работы, а когда мы производим работы, тогда уже, тогда, конечно, просто так там делается эта работа, она плачивает. Но достать сами эти вещества, которые дали, следует в почву внести, это не проблема? Фосфогипс тот же? Не проблема. Ну вот все, что мы, это тот же фосфогипс или тот же известняк-ракушник на любом карьере, где камень распиливают, и то, что из-под пилы идет в отвалы, оно не нужно. Он убирает, не знает, куда его девать. Поэтому, оно и по стоимости почти ничего не стоит. А за погрузку там обычно деньги берут. Понятно. Валерий Сергеевич, человек, который, произвел все эти работы для повышения плодородия почвы, на что может рассчитывать? Повышение урожайности, может быть, снижение дозы удобрения? Ну, во-первых, действительно, снижение дозы удобрения. Вот мы, допустим, смотрим, как повышается фосфатный потенциал, когда мы вносим фосфорсодержащие породы. Мы хотим сказать, что фосфорные удобрения все равно вносить надо. Даже если бы и внесли породу фосфорсодержащую и в высокой дозе, но без фосфорных удобрений не обойтись. Но, большое но, мы тогда вносим эти фосфорные удобрения приблизительно в два раза меньше, чем бы вы вносили без применения этой технологии. Естественно, что от этого экономический эффект, потому что фосфорные удобрения, любые другие удобрения, они ведь дорогие. А что могут рассчитывать или нет? Ну, на прибавку урожая вот в районе, как я вам говорю, в районе 25-30 процентов урожаю. Урожаю какой культуры сразу уточню? Культуры мы, у нас, наши полевые культуры, которые у нас были в опыте, это, естественно, пшеница уже пять раз была в опыте, это подсолнечник, это кукуруза, затем лен. Ну, то есть, по всем культурам прибавка, да? По всем культурам. Да, по всем абсолютно. Горог был, даже соль было. Да, да, у нас было много. Вот на всех этих культурах мы получили прибавку.